Валентина Томинкина – пациент Центра амбулаторной онкологической помощи в Алейске. Бороться с раком ей приходится не впервые. Это была мамология. Мне удалили грудь. И 22 года я проверялась. А сейчас 10 месяцев прошло, как я проходила рентген. И через 10 месяцев у меня нашли местостазы. И вот сейчас проверяли, где находится онкология, от чего идут эти местостазы. Валентина Михайловна уже проходит химиотерапию. Ей предстоит около 4 курсов. Лечение предоставляют в ее родном городе. По нацпроекту здравоохранения в Алтайском крае работают 4 центра амбулаторной онкологической помощи. На базе Олейской, Славгородской, Каменской и Заринской центральных районных больниц. С открытием этого центра, что самое главное, у нас открылся дневной онкологический стационар, где мы можем проводить спецлечение. По рекомендации консилиума и зонкодиспансера, те больные, которым назначена схема лечения именно на койке дневного стационара, они направляют к нам сюда. В дневном стационаре Олейского центра три койки. Так в 2021 году лечение получили 14 человек. В 22-м – 90, а в этом уже 140 человек. Вчера приехала с Барнаула, сегодня пришла и сегодня уже я лежу. Мне здесь вот недалеко, минут 10 ходьбы, и я вот она лежу. Или бы я ездила в Барнаул, представьте. А это прям рядышком вот. Причем задачи таких центров – не только лечение пациентов, но и раннее выявление злокачественных образований. Пациенты могут попасть в центр самостоятельно с жалобами по направлению участковых терапевтов и врачей из поликлиник для постановки предварительного диагноза. Но за подтверждением все же придется съездить в Алтайский краевой онкодиспансер. Там же консилиум врачей определит тактику лечения. Кстати, благодаря оснащению современным оборудованием в ЦАОПах теперь возможно использовать новые методы обследования и диагностики. Это в первую очередь тяжелое, дорогостоящее, высококачественное оборудование, такое, как компьютерный томограф с ангиопрограммами, с возможностью использовать сосудистые программы, цифровой флюорограф, цифровой маммограф, видеоэндоскопическая стойка для проведения исследований желудка с высокоразрешающей способностью, бронхоскоп. Есть еще куда двигаться в плане исследования эндоскопического толстой кишки. Тут с министерством отрабатываем эти вопросы и, я думаю, в ближайшее время закроем. Так, в 2022 году выявили 620 злокачественных новообразований, в том числе около 400 на первой и второй стадиях. Добавим, в настоящее время ведутся подготовительные работы по открытию Центра амбулаторной онкопомощи на площадке Краевого диагностического центра. Юлия Щепина, День с толком.